Всем привет! С вами Татьяна на канале Секреты Жизни на даче. Сегодня хочу вам показать томат, который растет у меня на улице. Посадила я его первый раз. У меня и в теплице есть такой же томат. Но, здрасте, идешь? Король Сибири. Я его посадила в этом году первый раз, и он прям влюбилась. Такой томат обалденный. На улице он завязал 14 крупных плодов. 14 огромных крупных плодов. Сейчас пойду домой взвешу. Вот, смотрите, вот здесь застрял прям в ветках. Два колышка, иначе он падает у меня, подвязаны. Хочу крупные, которые он уже такие налил, большие до размера, оборвать. Пусть вот эти, которые маленькие, сверху наливаются. Иначе они лопнут. В общем, в теплице он уже одним из первых начал спеть. Он вот такого желтого цвета. Не знаю, не пробовал на вкус, но на вид мне очень понравились. Красивые такие, яркие. Не знаю, как они внутри. Вкусные, невкусные, мясистые, не знаю. Сейчас пойду сделаю дегустацию. Пока только показываю, как вот растет куст. Куст просто шикарный на улице. Так хорошо завязал, так наливает крупно. 14 вот таких вот крупных плодов. Хотя у меня и вокруг все томаты вот на улице хорошо себя чувствуют. Смотрите, какие урожайные. Вот. И невысокий. Где-то приблизительно метр двадцать он. Король Сибири. Сейчас на пачке пойду прочитаю. Я еще даже не нашла. У меня в альбоме лежит. Пойду сейчас посмотрю, уточню. Вот такой вот томат. Шикарный томат. Просто вот этот мне нравится, который у меня в ветках тут застрял. Вообще огромный. Надо будет его обязательно взвесить. Сейчас расскажу вам, какие на вкус. Любимые томаты. Король Сибири. Вот такой вот он. Вот пачка. Томат Король Сибири. Здесь он нарисован оранжевый. Но на самом деле он такого вот желтоватого цвета. Значит, написано. Крупноотлодный, среднеспелый сорт. Не гибрид. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Вот поэтому он хорошо растет и в теплице, и на улице. От сходов до начала плодоношения 110-115 дней. Растения детерминатные, высотой 100-150. Плоды сердцевидные, многокамерные, мясистые, плотные, массой 300-400 грамм. Да, вот я взвесила. Получается, вот смотрите, ноль. Вот, 430, 450, 350. То есть вот такие вот они. И вот я вам показала 14 таких крупных томатов по 400 с лишним грамм на одном кусту. Ну, конечно, у него вот здесь очень плотная плодоножка. И поэтому они, наверное, даже вот никак не могу ее снять. Поэтому они и держатся так крепко на кустах. Вот такой вот томат. Сейчас мы попробуем, что там у него в середине. Вот он немножко припекся на солнышке, а хвостик-то еще зелененький. Ну, и мы сейчас вот такой оранжевый еще разрежем, посмотрим и попробуем. Потому что я его сажал. Ух ты, красивый. Красивый, действительно. Семян мало, мясистый. Сейчас вот этот еще разрежем. Вот такой. Вот такой. И попробуем, вкусный или невкусный. Потому что я не знаю, я его посадил первый раз. Ты что, на очереди пробовать? Оператор первый. Ты знаешь, он немножко такой недозрелый, вот тот зеленый. Хочешь все равно попробовать? Да. А вот этот вот красивый. Смотрите, какой прям. Этот уже поспел. Написано, что для детского и для диетического питания содержит много каротина. Который зеленый, сладкий. Сладкий. Все. Душистый. Душистый пахнет томатом. Прям очень ароматный. Хороший. Ну, шкурка немножко толстовата. Вкусно. Вкусно? Ага. Вот. Внучки все говорят, что вкусно. Нравится им. Ну что ж, будет из разряда любимых. Будем сажать. Ну вот какая шкурка. Немножко толстоватая шкурка. Но она хорошо так снимается. Ну все. Больше сказать нечего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok